С наступлением нового учебного года наступает время различных школьных экскурсий и выездов за пределы города. Поэтому сотрудники госавтоинспекции еще раз обращают внимание лиц, занимающимися организованными перевозками групп детей, на соблюдение требований и правил БДД в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В связи с наступлением нового учебного года отдел ГИБДД осуществил дополнительный сбор лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей. Сюда входят и юридические, и частные предприниматели. Суть данного семинара совещания – обсудить все вопросы на основании постановления правительства 1177 по основным требованиям к организованной перевозке групп детей. Сюда входит своевременная подача извещения о перевозке, не позднее, чем за двое суток, и определенные требования к водителям. Что касается частных перевозок, здесь хочется обратить внимание на обеспечение безопасности юных пассажиров и участников дорожного движения. Обращая внимание к водителям, перевозящим детей, обратите внимание, как и где пристегнут ваш ребенок, который вы перевозите, обеспечите его необходимую безопасность. С 1 января этого года с территории Дмитровского городского округа было осуществлено более тысячи детских организованных перевозок. В том числе в сопровождении сотрудниками ГИБДД на патрульных автомобилях колонн автобусов организованных групп детей на культурно-массовые мероприятия. Это перевозки, о которых у ГИБДД уведомлен был заранее. Во время профилактических рейдов сотрудники госавтоинспекции периодически сталкиваются с недобросовестными организаторами и перевозчиками, которые не соблюдают требования к пассажирским, в том числе детским перевозкам. Осуществляют их на технически неисправном транспорте, допускают к управлению транспортом неквалифицированных водителей, не оформляют необходимые документы на перевозку, не подают уведомления о детской организованной перевозке в отдел ГИБДД. Отдельно хотелось бы остановиться на правилах подачи уведомлений. Очень много нарушений, исходя из прошедшего периода, несвоевременной подачи. В последний момент заказывают автобусы, в последний момент обсуждают вопросы о количестве детей, которые будут перевозиться. И информация поступает в ГИБДД уже с нарушением постановления правительства 1077. Что хотелось бы отметить. Если школа заказывает автобус, обращается к пассажироперевозчику, проработает вопрос по сбору информации заблаговременно, чтобы перевозчик уже мог обратиться в ГИБДД заранее, и мы могли обработать полученную информацию. Аварийность на дорогах России в сфере пассажирских перевозок достаточно высока. С 1 января этого года на территории Дмитровского городского округа произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. И зафиксировано одно ДТП с участием автобуса, в котором пострадал один ребенок.